Ассуя, ассуя мия, эстрандрабэ, эстрандрабэ. И что, никто не повернётся? Влад, это другая программа, это другое шоу, здесь стулья не поворачиваются. А это не голос, да? Нет, желательно людям петь всё-таки в лицо. Ну, а это всё-таки достоинство нашей гости. А почему, расскажем буквально через пару секунд. Ну что ж, я думаю, вам несложно было догадаться, что в эти минуты на тюменском времени начался наш незабываемый проект «Всё включено». В ближайшие 30 минут проведём с вами мы, Влад Сорокин и Шамиль Пшу. Да, и речь на этот раз пойдёт, я бы даже сказал, не пойдёт, а польётся или пропоётся об одной творческой личности нашего города. На её счёт уже не одно выступление, как в Тюмени, так и за её пределами. В общем, давайте будем много говорить и посмотрим небольшое превью нашего гостя. Её кумиром детства был великий Майкл Джексон. И однажды она даже дописала ему письмо. Правда, тогда ещё дало вода в английском. От мирового поп-короля наша героиня переключилась на короля отечественной эстрады Фила Киркорова. Однако самым вдохновляющим оказался её творческий муж. Мама четырёх прекрасных деток, обладатель лицобочного голоса и просто красавица Елена Садникова. Вау, извините, браво! Спасибо! Как вам наша превьюшечка? Даже голос где-то из перевода фильмов 90-х, это мне прям сегодня в тему. Таланты, таланты. О, браво, браво! Ну и первый вопрос, на самом деле, который я хочу задать. Что это за история с Майклом Джексоном? Можно на ты, да? Да, конечно. Ты действительно писала письмо Майклу? Я много чего писала вообще. Я всё посожгла, вообще все свои мёртвые души. В общем, это было где-то лет в 15 мои. И тогда я ещё не знала английского языка. А вообще впоследствии я углубилась именно в иностранные языки, потому что мне очень хотелось понять музыку их. И петь, научиться так, как поют именно... Осознанно, со смыслом, чтобы... Американцы! Но на самом деле, вот это время пришлось на начало 90-х, когда 90-й год. Вообще, Майкл Джексон там с 85-го меня уже... Ты зацепил, покорил. С первого класса зацепил моего. Вот, и я, конечно же, хотела ему... У меня такие были серьёзные, очень большие эмоции от той энергии. Представляете, как мощно человек, артист работал. Что какая-то... Майкл мой кумир в том числе. Да, девочка в какой-то Тюмени, да, где-то вот здесь вот сидит, и у неё вот просто вот эмоциональные какие-то вот эти вот ощущения мощные, что она сидит и пишет письмо Майклу Джексону. Это ж надо же придумать только. Ну, я его даже... Вот я его не вырывала, помнится, даже из блокнота. Оно так и осталось где-то там. А то, то есть не отправлено, адреса-то не дошло. Ну, я искала адрес, но тогда интернета-то не было, друзья-товарищи. Поэтому... Город... Железный жанр, лишь ещё как минимум. К сожалению, да. Пришлось... У меня сейчас в Минхуном Чакраборте была такая история чуть пораньше. Там тоже было всё очень, да, серьёзно. Серьёзно. Вот такие брюнеты в стиле диско, фанк, вот что-то такое. Да. Муж у вас такого типажа? А то. Ну, правда, он народник. В смысле танцев он танцевал, когда он был... В общем, танцевал он и танцует сейчас, если его попросить, да. Но тогда он там танцевал практически профессионально. И да, его шпагат у меня потряс. Ого! Так рассказываете, наверное, своим детям, как вы познакомились с шпагатом твоего папы. Ну, я им рассказываю, что да, растяжка, она имеет значение. Потом при выборе жены... То есть в обратную сторону, при выборе мужа имеет... Надо, надо, знаете, вот вообще, в принципе, быть очень подвижным, надо быть активным, энергичным. Так, я сегодня пойду на растяжку сразу же после нашего эфира. Ещё такой вопрос. А всё-таки вдохновившись опытом Майкла Джексону, его творчеством, ты решила стать артисткой? Ну, меня окончательно, конечно, добили Уитни Хьюстон и Марайя Кэрри. Да, 92-й год, когда вышли альбомы, и «Телохранитель», и у Марайя Кэрри уже второй альбом выходил к тому времени. И как-то летом, вот уже буквально в 10-м, помнится, классе, я уже немножечко стала изучать английский язык, на курсы сходила на 3 месяца. Он перестал быть английский. Да, я уже точно поняла, что я пойду на лингвистический факультет, буду изучать языки, потому что, ну, это мне легко давалось, и, в принципе, меня это больше всего интересовало. Но не как в качестве будущей профессии педагога, а именно для себя. И вот я, помнится, одно лето просто драла глотку, по-другому и не сказать. Я хотела научиться петь, как вот... Марайя Кэрри? Да, на кассете у меня играла. Что там играла, ничего не понимала, но вот я повторяла, просто заучила, как попугай. На слух. И я не знаю, как соседи меня терпели, да, на слух. И я все лето, ежедневно, я, наверное, тратила часа по полтора. Если звонит кто-то из родных... Это очень хорошее. Обязательно важно взять на нату. Это кто-то... Если муж видит в эфире и говорит, что нет, на самом деле мы познакомились не в шпагате, я бы даже послушал этот звонок. Давайте продолжим. Вот такой вопрос, я простите, что перебиваю. Когда стало понятно, что надо уже петь не для своих в кругу семьи, а что надо уже выступать за деньги? В какой момент? Извините. Ну, на самом деле, такой мысли вообще не возникало у меня. Но получилось так, что меня пригласили петь в ресторан. Тогда только открыли в нашем городе отель Тюмень. Сейчас это Хилден. И набирали, скажем так, персонал, в том числе исполнителей. И вот лучших из лучших, так сказать. Это в каком возрасте? Мне было 17 лет. Я только что выиграла студенческую весну. Ну, не выиграла, а в университете сразу же на дебюте первокурсников я выступила блистательно. Значит, и потом меня взяли на студенческую весну. В студенческой весне я не пела песню про маму, я не пела песню про войну, поэтому мне дали только второе место. Вот какие. Не первое, а второе. Но это был 95-й год, друзья, товарищи. Это было очень важно, понимать, какой репертуарчик ты гонишь со сцены. Вот. Но я пела на английском языке и дали мне еще что-то на русском. Тогда еще не было возможности толком ни минусовку найти. Это было очень, действительно, ну, сложно. Вот. И выступила я достаточно хорошо для того, чтобы меня отметили, заметили. И пригласили на работу в этот ресторан. Ну, на прослушивание. Я пришла, и там сидел мистер Майкл, как сейчас помню. Это такой индус, который вырос в Великобритании. Да, это же так. Да, ну, на английском языке. И я с ним разговаривала. В Аборте. Почти, да. Почти. Ну, я бы хотела с ним письмично передать. Я теперь хочу узнать, как выглядит Мирхун. Сейчас он хорош, как никогда. Да, он, кстати, отельным бизнесом занимается вместо фильмов уже. И что же, что же. И я спела что-то там на английском. У меня было всего в репертуарчике-то четыре песенки буквально. Которые, кстати, никто со мной не разучивал. Я все выучила сама. Я выходила, у меня не было никакой поддержки сзади, там, в тылу педагогов или кого-то. Я ходила и нервничала там за кулисами одна. Вот. Вот, ну, видимо, был настолько у меня силен порыв, что я хотела действительно выйти и дать жару. Вот у меня был такой порыв. Я не хотела быть, не знаю, как... Ну, короче, у меня не было в мыслях ничего, кроме победы. Это, конечно, тяжело с таким настроением вообще на сцену идти. И проигрывать тяжело с таким настроением. Проигрывать тяжело. Но проигрывать прям совсем никогда у меня не было такого. Первый раз на 102 сне было второе место. Потом были только призовые. Но на российской 102 сне мне давали специальные призы, потому что у меня был, видимо, ну, какой-то вот этот пионерский задор и какие-то интересные песни. Ну, от, так сказать, времен прошлых давайте вернемся в настоящее. И я хочу тебя... Подожди, ты посмотрел? Я посмотрел, да. Давайте покажем нашим телезрителям. Тоже выведем на экран. Это, чтобы убедиться, это он, не он? Покажите на экране, пожалуйста. Да, это он. Да, да, конечно. Это Влад. Это, да. Как мне повернуть голову? Через 10 лет. Да, вы слушай. Через 10 липосаксий в том числе. Ладно. Убирайте у нас, пожалуйста, Митхуна. Давайте вернемся к Лени. Финография, кстати говоря, мало о чем говорит. Это надо видеть в жизни. Надо слушать, надо видеть образ. Причем, зная теперь, что он полностью исполнял все сам и песни пел в том числе, а там в Индии вообще на самом деле принято было всегда за актеров петь профессиональным певцам. Это у них очень сложное пение. Кстати говоря, впитывая индийские фильмы с детства в кинотеатре «Строймаш», куда было единственное развлечение в 80-е, в конце 80-х. И я ходила, по-моему, раз 12 на «Танцуй-танцуй» в кинотеатр. Я, естественно, все песни знала наизусть, вообще всех фильмов, которые к нам привозили. У меня вообще очень быстро память впитывала то, что мне нравилось. И поэтому еще накладываясь, да, вот смотрите, как вот моя вокальная формировалась голова. Сначала я индийские фильмы, песни изучила, так сказать. Ну, они, правда, вот, они очень мелкодисперсные, я бы сказала. Вот там столько... А если простым языком, то насыщие зрители, да, мелко... Это значит, там техника очень мелкая. То есть, когда мы перешли к мелизмам американским, они крупнее гораздо оказались. И я, видимо, разработав уже мышцы и, в общем-то, имея какой-то... Вкладки, связки голосовые, да, да, да. Вкладки, там, вкладки и прочие хрящики, да, гораздо быстрее схватывала американские мелизмы, чем, может быть, если бы я училась на русских только песнях. Там просто, ну, у нас уже все, та-та-та-та-та-та, вот так вот все. Ну, и все-таки возвращаясь в день сегодняшний, весна, лето для артистов – это всегда невероятно, так сказать, сезон синокоса, если будем говорить откровенно. Как мне казалось, по крайней мере, естественно, пандемия внесла свои корректировки в прошлом году, но в этом году уже все более-менее помягче стало. Как у тебя с графиком? Как ты нашла время прийти к нам? Как часто ты сейчас выступаешь? Где вообще было последнее выступление? Да вот не так давно было выступление. На самом деле у меня, как это сказать, не то чтобы какой-то затянувшийся творческий отпуск от выступлений, но какая-то вот такая, в общем, не тянет меня так, чтобы прям совсем строить какой-то график или продвигать себя как певицу. Почему? Потому что я нашла много удовольствия в работе с другими людьми. То есть именно в наставничестве, в производстве, в продюсировании я больше черпаю даже сейчас как-то вдохновение. Я столько всего оттуда энергетически впитываю, хотя отдаю я невероятно. Из своих учеников. Из тех процессов, которые мы делаем. Мы в прошлом году за пандемию сделали с двумя моими ученицами, которые удержались в этом проекте моем сумасшедшем. Поэтому я, проучив их какое-то время, буквально прозанимавшись с ними, вот в любительском режиме один раз в неделю люди приходят заниматься. Ну, один раз в неделю, один час в неделю. Это любительский режим, да, конечно. Когда я был маленький, мы занимались чаще, но говорить об этом можно бесконечно, а прямо сейчас я предлагаю... Да, у Влада есть игра. Лена, когда я пришла, она зрителям вам за кадром рассказывала, что же вы там для меня приготовили? Вот сейчас первое. Боже, мамочки. Да, да, да. Наша непостоянная рубрика «Поем высоко». Лен, смотри, сейчас будут очень простые правила. У нас будет три артиста. Мы взяли три отрывка из исполнения некоторых артистов. Взяли самую, так скажем, высокую ноту в определенной композиции. Что это за композиция, мы тебе не скажем. Мы дадим тебе только послушать эту высокую ноту. Твоя задача – отгадать, кто же это. Ну, это достаточно узнаваемые люди. А, даже не повторить. Даже не повторить, да. Тут все очень просто. Окей, попробуем. Ну, это первое. Фрагментики короткие. Начнем мы с мужчины. Начнем с мужчины. Можно нам, пожалуйста, вывести в студию? Да, отрывочек. Поворотте. Лучиану. Браво, браво. У нас должен был быть другой фрагмент. Ну, да, ладно. Поворотте узнать. Да, нормально. Да, нормально. Ну, хорошо. Допустим, первый отрывочек пусть будет с подсказкой. Да, он был такой, так сказать, проверочный. Осталось два. Следующий, пожалуйста. Это зацикленный? Это будет сложно. Тут всего одна секундочка. Я вырезал этот фрагмент мелизма, сразу скажу. У одной артистки, для того, чтобы... Так, ну, первая подсказка, то, что это дама. Это дама, артистка. Я, кстати, тоже не знаю. Готовил задание он. А, я даже язык не могу понять. Каляль, каляль. Это конец слова. Это конец фразы. Это просто вот там две нотки. Давай сузим. Иностранные или русские артисты? Ну, вы еще раз послушайте тогда. Давайте. Вот кто так может? Ну, что-то народное. Народное? Слушайте, получилась отличная игра. Нет, не народное. Ну, эстрадное. Нет, нет, нет. Сдаюсь. Серьезно, вот так сразу. Кладки кверху. Ну, мы сегодня о ней говорили. Давайте так скажу. За кадром мы обсуждали ее. А, я понял. Кто же это? Кто же это? Кого мы обсуждали? Это вот... Итак, три, два, один. Это так, кого мы ставили в противопоставление к Пугачевой. Лариса Долина! Да, это фрагменты. Давайте посмотрим. Давай здоровья. Здесь она поет в таком еще в режимчике, где... Не в своем, не в свойственном. Ее темпы сложновато распознать. Финальный отрывочек, пожалуйста. Мне тоже интересно. Об этом артисте мы сегодня говорили, так скажем. Запускайте. Если увидеть... Да, тут фрагмент чуть пошире. А можно повторить? Конечно. Если увидеть... Так, Лена, какие мысли? Если увидеть. И еще раз, наверное, да? Откуда вы вырезали это все? Ну, насколько... Насколько это плохо звучит? Хорошо так. Или хорошо? Плохо, хорошо, нормально. Это вы? Это я. Да? Да, это я. Я решил добавить. Ну, это очень сложно, да. Пытаешься издалить. Да, я пытался саму Аллу Борисовну. Это же ее, по-моему, композиция, да? Не разглядишь меня. Нет, это... Нет? Это пели еще... Это в стародавние времена какая-то группа пела в советское время. Потом перепевала Валерия. Помнится, я в ее исполнении обновленную версию помню. Ну, что? Я вас поздравляю, вы себя поставили в тройку таких... У вас все хорошо с амбициями. Спасибо, да нет. Не зря вы в телеке. Не пытался. Ну, давайте продолжим. Давайте. Окей, будем считать, что в этой игре я победил Влад. Конечно. Спасибо, ребята. Он насладился. Но в игре я победил Влад, а в жизни победили вы. Это точно. Мы знаем, что вы недавно стали мамой двух замечательных детишек. У вас двойняшки, даже не близнецы. Давайте мы вас поаплодируем с этим, поздравим. Это замечательное событие. Я сама себе поаплодирую. Тут близнецы, тут близнецы. Ну, двойняшки. Двойняшки-то похожие. Давайте разберемся. Нет, да вот все путаются же, что же. Ну, вообще у вас, получается, теперь четыре сына, я правильно понимаю? Четыре сына, да. Так, разбор. У вас с мужем? У нас с мужем. У нас у всей семьи, у нашего рода, я бы даже сказала, со стороны мужа и меня, вот у нас у всех этот проект сейчас появился. Так. Вот, потому что работает, пашет вся семья, естественно, на этот проект. По-другому даже не знаю, как сказать. То есть, в прошлом году пандемия началась, и я как раз была в очень таком, в марте, в не очень хорошем настроении. Я даже посвятила себе какое-то время для саморазвития, такое углубленное уехала. Вот, вернулась, значит, и говорю, ну все, пандемия началась, все, везде позакрыли. Ну все, будет бэби-бум. Я просто сказала это вслух. Я вообще абсолютно, абсолютно никаким образом не собиралась, не планировала. Совпадение. И тут, значит, а у меня был в прошлом году, и приехала, и начала 100-дневку пения в эфире. Вы, кстати, наверное, плохо изучили мое дело. Про это ни слова еще не прозвучало. Это все впереди. В ней подряд, да, блин, извините, в инстаграм начала петь. Ну, ладно, если мы об этом будем впереди говорить. Просто неинтересно, это было прямой эфир? Это было в прямом эфире. Как это перетечет? Ну, никак не перетечет. То есть, я пела везде, где бы мы не уезжали в гости, ночевали ли мы на даче, где-то мы отдыхали. Я, извините, всем говорила, у меня эфир. Я уходила, брала с собой везде компьютер. Что-то там вообще, вот просто на скорую руку там слушала 4 песни исполнителя, про которого я говорила. Знала я его, не знала. Знала я эти песни, не знала. Вот на память что легло, то легло. Потом это, значит, рассказывала, все пела, было весело, очень здорово. И тут под конец уже 100-дневки я чувствую, что-то со мной не то. Да, и у меня, конечно, эмоциональный фон сразу начинает меняться. Я такая думаю, ну, что-то похоже на то. Вот, и я, значит, проверяю и узнаю, что то. А потом меня направляют на УЗИ, чтобы уточнить срок. И там красивая женщина с белокурыми волосами, такая ангел просто воплоти, говорит, а хотите, я вам скажу приятные новости? А у вас тут два человека. Я такая лежу, такая, да ладно? Вот, так я узнала, что... И, в общем, я немножко беременная, допивала эту 100-дневку уже. И было, конечно, уже утомительно, потому что хотелось спать, сразу захотелось спать, буквально с первого месяца. Но я выдерживала до конца, и никто ничего не заподозрил даже. И потом, когда я в августе или когда там в начале сентября выложила слегка пузатую фотографию, люди ничего не поняли, а как, типа, ну, что вообще происходит такое? Вот, ну, потом еще и их оказалось двое, и так совсем, да, это действительно... Но для меня это не столько было серьезным сюрпризом, от которого бы я вообще в уморок упала, потому что у меня брат-сестрой двойняшки, родные мои. Вот, а у мамы моей, то есть двойняшки были, и поэтому... То есть генетическая предрасположенность, так скажем, да? Ну, якобы, да, якобы, да. Ну что ж, Елена, спасибо тебе большое, что пришла к нам сегодня в студию. Не обо всем успели, к сожалению, поговорить, но, значит, позовем еще раз. Обязательно. Единственное, очень хочется послушать все-таки, как ты поешь. Позволишь? Это... Приходите к нам. А у нас, а у нас прям здесь, на нашем сцене, ну, пожалуйста. Да, конечно, конечно. Е-ей! Я не могу останавливать время. Я не могу поворачивать реки. Я не мечтаю быть понятой всеми. И принадлежу одному человеку. Нету ничего выше, нету ничего больше, Ничего сильней истинной любви. И она во мне дышит, и она летать может, И ее ничем не остановить. Люди, любите друг друга, не сжигайте мосты, А понимайте, а понимайте, дайте теплоты. Люди, любите друг друга, Вместе и до конца. Открывайте, открывайте двери и сердца. Я не умею угадывать мысли, И уже точно не стану иною. Но я хочу, чтобы счастливы были Люди, которые рядом со мною. Нету ничего выше, нету ничего больше, Ничего сильней истинной любви. И она во мне дышит, и она летать сможет, И ее ничем не остановить. Влад, слушай, сейчас ты и многие наши телезрители, которые тоже считают себя гурманами. О, да. Как я завуалировал слово «любишь поесть». Мы подкинем еще один вариант того, чем побаловать себя. Лучший кулинар и повар во вселенной по версии телеканала «Тюменское время» Анастасия Семянова расскажет о том, как пожарить колбаски на гриле, чтобы они стали невероятно вкусными. Ну, а добавим, готовили это чудо в специально оборудованной мальтгальной зоне с соблюдением правил пожарной безопасности. И давайте смотреть. Барбекю – это отличный повод провести время с семьей, вкусно пообедать, а также открыть для себя новые продукты от Трайфурова. И сегодня мы приготовим хот-доги с купатами, которые обжарим на гриле. И в этом нам поможет грильных дел мастер Владимир. Вы сегодня вновь с нами. В принципе, Владимир может приступать. Я же займусь поистине женским делом, приготовлю соус. И небольшая рекомендация. Для того, чтобы оболочка купат во время приготовления жарки на огне не повредилась, пробивайте их шпажкой. В поддоне осталось у нас еще немного места, поэтому поджарим детские курбаски. Курбаски в процессе приготовления. Мы тем временем приготовим соус. И для этого нам необходимо взять яблочное пюре. Я использую обычное детское пюре. Также два вида горчицы. Это дижонская горчица и зернистая горчица. Соусы получаются очень тонкие и нежные, поэтому по желанию вы можете добавить ваши любимые приправы. Полуготовые купаты обжариваем до золотистой корочки на прямом огне на гриле. Для того, чтобы ваши дети не отказались от мини-хот-дога, сделайте его максимально ярким. Для этого возьмите черри разных цветов, а также побольше зелени. Совместными усилиями у нас получился вкусный обед. Приятного вам аппетита! Ну а сейчас пришло время подарков от наших партнеров. Мы разыгрываем продуктовый набор от компании «Прода Тюменский Бройлер». Чтобы забрать его, вам нужно правильно ответить на вопрос. Накануне он звучал так. Самая популярная часть курочки для шашлыка. Варианты ответов А. Бедро, Б. Голень, В. Крылья и Г. Филе. Правильный ответ – это, конечно же, крылья. Да, имена тех, кто ответил верно, вы прямо сейчас видите на экране. Их много, но победитель будет один. Выберем его случайным способом, просто остановив это чередование имен. Итак, Влад, поехали. Три, два, один. Стоп! И победителем у нас становится Анастасия Бокова. Или Бокова. На всякий пожарный ставлю два ударения, чтобы никого не обидеть. Наши продюсеры свяжутся с вами и расскажут, как забрать подарок. Да, ну а мы прямо сейчас начнем разыгрывать следующий продуктовый набор от компании «Прода Тюменский Бройлер». Для победы вам также нужно верно ответить на наш вопрос. И сегодня он звучит так. Пожалуйста. Уважаемые знатоки, внимание, вопрос. Сколько тонн продукции «Гриль Тройкурова» было продано «Прода Тюменский Бройлер» за 2020 год? Вариант А – 100 тонн, вариант Б – 200 тонн и вариант В – более 300 тонн. Свой вариант ответа пишите в нашей группе. Все включено ВКонтакте под закрепленным постом. Итоги подведем завтра в 16.30. Да, партнер программы «Прода Тюменский Бройлер» – куриное мясо идеально для людей, ведущих активный образ жизни, профессионально занимающихся спортом и просто желающих поддержать себя в отличной физической форме. Ну а на этом у нас пока что все. Это был проект «Все включено». Да, увидимся совсем скоро, поэтому оставайтесь с телеканалом «Тюменское время». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!